А ты не многовато ли выпил? Это ж большая нагрузка на сердце. Да ладно, напарник, это всего лишь каких-то жалких 20 баток. С чего бы у меня вообще что-то с сердцем бы случило? Вот же ж дебил. Однако здрасте, меня зовут доктор. И сегодня я расскажу вам, что бывает, когда у твоей старосты класса лишняя хромосома. На примере игры под названием Корпс Пати Бладдрайв. Сначала она вышла эксклюзивом на PSP Vita в 2014 году. И была разработана командой TMGrisGris и 5PB. Затем в 2017 её зачем-то портировали на мобилке. И наконец, с 10 октября 2019 года она появилась на ПК в жанре хоррор квеста. Как говорится, спасибо за многолетний бета-тест. И для того, чтобы понимать всю целостность картины, я расскажу небольшую предысторию. Сначала была Корпс Пати Бладкаверет. Она являлась ремейком игры 2008 года, которая, в свою очередь, была ремейком оригинальной игры, вышедшей в 1996 году. Эдакий ремейк ремейка. Сюжет рассказывал про группу школяров, которые провели некий ритуал дружбы. После чего в всей дружной компании попали в призрачную школу, откуда всю игру пытались выбраться. Эта игра зашла массом из-за эффекта объёмного звука, крутого саундтрека, а также обилие плохих концовок, в которых персонажи мучительно и эффектно погибали, а подкреплялось это всё красивым визуалом. Спустя год вышла Book of Shadows, которая была сиквелом-спин-оффом. Сиквелом, потому что последняя глава продолжала сюжет первой части, а спин-оффом, потому что в основу сюжета Книги и Теней легла плохая концовка финальной главы прошлой игры, в которой школьники таки смогли выбраться, но вернулись в тот же вечер, когда они проводили злополучный ритуал, при этом позабыв обо всех произошедших событиях. Геймплейная игра превратилась в визуальную новеллу с элементами поинт-энд-клика. У неё был хороший саундтрек, неплохая атмосфера, и она всё так же радовала фанатов сочными плохими концовками, которые получались вследствие неправильных действий. Хоть сюжет на Книги и Теней и не вносит в глобальную историю что-то новое, но лучше раскрывает характеры персонажей, объясняет мотивы некоторых героев, а также навевает безысходность тем, что судьбу уже не изменить, а если попытаться, то может выйти ещё хуже. Спустя ещё один год в 2012-м выходит Корпс Пати 2U, и... лучше бы она не выходила. Игра окончательно стала визуальной новеллой, и с хоррора превратилась в комедию с типичным японским юморком. От кровь кишки расхреначила почти что отказались, оставив буквально парочку стенд, зато завезли тонну фан-сервиса. События игры признаны неканоничными, а игроки в целом остались крайне недовольны. В 2013-м году появилась Корпс Пати Дед Пациент. События происходят спустя 5 лет после оригинала. Игрок управляет некой школьницей с амнезией, которая неизвестно как попала в какую-то больницу. Игра вновь стала экшеном, а ещё из 2D превратилась в 3D. Разработчики изначально выпустили только одну главу, рассчитывая потом выпускать по одной главе через определённый промежуток времени, но... об этой части никто не говорит и не вспоминает. Ну и в общем-то по делам. И вот в 2014-м выходит «Кровавое вождение», которое является прямым продолжением первой части. События происходят спустя пару месяцев после побега из призрачной школы и приключений в особняке. Все выжившие пытаются забыть пережитый кошмар и жить нормальной жизнью. Все, кроме Аюми, потому что Аюми у мамы особенная и постоянно терзается комплексом вины за смерти близких, поэтому она всё время изучает семью Женазаки. Это фамилия главного злодея, если что. Попутно терроризирует бывшие места обитания членов этой семьи. Внезапно появляется таинственная баба и сообщает Аюми о том, что школа-то, оказывается, не была уничтожена, а наоборот реконструируется в изначальное состояние, потому что она находится в измерении под названием Нирвана, и вообще оно представляет угрозы людям, поэтому школу надо бы уничтожить с помощью книги теней, которые по совпадению находятся именно там. Вечером того же дня ещё более таинственный парень говорит девушке о том, что он с помощью книги может помочь воскресить её друзей. Услышав об этом, Аюми без каких-либо колебаний телепортируется в школу при помощи двух волшебных камушков, при этом никого не предупредив, не переодевшись и не взяв с собой что-нибудь полезное, типа еды, аптечи, кац Андерсона или дезертыглы 50-го калибра. На этом пролог заканчивается, и я только что сэкономил вам два с половиной часа. Не стоит благодарности. Игра вернулась в лоно экшена, поэтому мы можем свободно перемещаться по всей школе. Ну, как свободно? В те места, которые не заперты. Персонажи, как правило, ходят небольшой группкой, и лёгким нажатием клавиши вы можете сменить одного героя на другого. Какого-то практического применения данная функция не несёт, за исключением двух ситуаций за всю игру. Так что, по сути, вы просто выбираете скинчик, который вам больше по душе. Главную геймплейную задачу можно описать как «Иди туда, не зная куда» и «Найди то, не зная что». Если иными словами, то вам нужно бродить по зданию до тех пор, пока не наткнётесь на какую-нибудь кат-сцену, в которой вам скажут или прозрачно намекнуть на то, что нужно делать дальше. После этого вы либо ищите нужный предмет, чтобы открыть проход, либо нужное место. После этого вы повторяете вышеписанное действие и так до конца главы. Нельзя передать словами, насколько весело и увлекательно искать какую-нибудь сюжетную вещь в двух корпусах, состоящих из трёх этажей, и ещё не факт, что этот предмет подсвечен звёздочкой на полу или столе, а не лежит в каком-нибудь шкафу декораций. И тем более не факт, что после очередной кат-сцены эта вещь не появилась в том месте, где вы уже были, и его надо бы проверить ещё разочек. Зато прогулку по школе можно разнообразить подбором бейджиков с трупов, дабы записать имя и причину смерти в специальное меню. А каким таким образом персонаж узнаёт, как погиб школяр? Это хороший вопрос. От ныне школа опасное место, поэтому и здесь, и там валяются какие-то обломки. Они ранят персонажа, если он на них наступит. Плюс во многих проходах натянуты струны, которые могут порезать, но благо их можно обезвредить. Если герой случайно поранился, то он может залечиться бинтами, которые щедро раскиданы по всему зданию. А чтобы снова не попасться в ловушку, достаточно просто смотреть по сторонам и использовать фонарик. Из-за его света струны становятся заметнее. Фонарик со временем разряжается, поэтому для него надо бы находить батарейки. И мне вот очень интересно, а каким таким образом пальчиковые батарейки заряжает телефон? Ещё один хороший вопрос. А, да, ещё можно случайно наступить на тентаклю. Она обидится, схватит персонажа и начнёт... удерживать его, пока он не вырвется. Учитывая, что это японцы, спасибо на том, что просто держат. Помимо ловушек и почти похотливых щупалец, школа кишит призраками. Одна часть всю игру патрулирует определённые коридоры, а другая половина появляется в рандомных местах, и с каждым уровнем их количество увеличивается в геометрической прогрессии. Как только дух увидит героя, то он бросается к нему с жутким воплем и не отстаёт от персонажа вообще, как бы вы далеко не убегали. Хотя, всё-таки можно встретить ещё парочку дружелюбных привидений. Благо, протагонисты в этой части научились спринтовать, но не очень долго. А если переусердствовать с бегом, то школьник остановится секунд на пять. Избавиться от надоедливой нечисти можно двумя способами. Первый — это использовать волшебный бумажный амулет, изгоняющий призрака. Если его применить, то дух не появится до конца главы. Но амулетов на уровне гораздо меньше, чем количество призраков, поэтому их стоит использовать с умом. Второй способ — это скрыться из поля зрения супостата и заныкаться в шкаф. Дух злобно поворчит рядом и уйдёт в другую сторону. Таким образом, их даже можно выманивать из того места, куда вам надо попасть. Однако, если вы спрятались прямо на глазах у призрака, то он очень сильно разозлится. Извините мой глаз. Вытащит персонажа из шкафа и, судя по звукам, надаёт ему по почкам ногами. Зачастую это фатально. А умирать в этой игре крайне не рекомендуется, потому что автосохранений здесь нет, а сохраняться можно лишь в определённых точках, до которых ещё надо добежать. Осмотр трупов, лапанье щупальцами, физический урон — от этого всего просто... С ума! Можно сойти. Поэтому герой сначала двинется рассудком, а потом двинет кони. Прогресс поездки крыши отслеживается по нарастающему вокруг белому шуму, а также темнеющей аватарке в меню. Чтобы понизить уровень безумия, надо потрогать длинную и продолговатую деревянную статуэтку, но учтите, что она одноразовая. У каждого персонажа свой отдельный уровень здоровья и рассудка, поэтому если одному хреново, то всегда можно переключиться на другого. И это ещё не все способы помереть. В лучших традициях серии в этой игре будут возникать ситуации, в которых надо сделать выбор. Неправильный выбор фатален и открывает неправильную концовку. В каждой главе таких концовок по несколько штук. Их количество и открыты ли они, вы можете посмотреть опять же в меню. Но у здешних бэдэндов есть проблема. Они слишком очевидны, и напороться можно на них только специально. И таким вот незамысловатым образом мы переходим к проблемам игры. Геймплейная игра вроде как неплохая, я бы даже сказал, что в чём-то лучше оригинала. Но беда в том, что она проходится долго, около 20 часов. И на протяжении всего этого времени вы будете бегать туда-сюда под ним и тем же коридором. Школа сама по себе маленькая, локации мало, и они успевают очень сильно приесться. Опять же, в первой части из-за пространственных фокусов герои были раскиданы по разным измерениям. Со своей цветовой гаммой и набором доступных мест. Группы чередовались между собой, и однообразие школы как-то не было особенно заметно. Здесь же измерение одно, гамма тоже одна. Комнаты открываются поочерёдно, но при этом в новой голове опустошается инвентарь, а ловушки и трупы с какой-то стати меняют своё местоположение. Ситуацию ухудшает бесконечное количество катсцен, диалогов, описаний мыслей персонажей, кто что как сделал. Прям как в какой-нибудь визуальной новелле. Я стоял перед старостой, отведя от неё взгляд. Наконец, собравшись силами, я повернул голову в её сторону и положил свою левую руку на голову девушки, при этом потрепав её за волосы. Она с удивлением взглянула на меня. Затем я посмотрел в её серо-синие глаза, в которых отражали случаи вечернего солнца. И, глядя на неё в этот момент, я подумал о том, какая же Аюми всё-таки тупая. Но это не новелла, и большинство действий с эмоциями можно показывать. Через них надо буквально прорываться. Особенно это выбесило в моменте, когда Кишинума убегал от анатомической модели, содержимой бабой. Сначала идёт долгая катсцена, потом надо убегать. Куда? Непонятно. Его ловят, убивают, снова заставка, и так до тех пор, пока не найдёте, куда нужно всё-таки бежать. Графон в целом сойдёт. Но главное помнить о том, что это вообще-то порт игры 2014 года с PSP Vita. Но вот в целом переход в 3D-графон и чеби-стиль, по моему скромному мнению, кажется крайне плохим решением. В той же первой части пиксель-арт был крайне сочным, цветастым и насыщенным. Из-за мелкого масштаба человечков они казались чем-то незначительным в большой и жуткой школе. А чья-то смерть визуально давала столько подробностей, сколько нужно. Она подкреплялась либо артом, либо затемнённым экраном с описанием в сопровождении звуков. Ну а здесь большеголовые школьники с маленьким телом и топорной анимацией бродят по узким однообразным коридорам. При этом у них на лицах застыли такие полуулыбочки. Они как бы говорят нам. А мне похуй. До сих пор похуй. Не поверишь, мне всё равно похуй. Даже монстры выглядят как чибики. Из-за этого очень сильно пострадала атмосфера игры и хоррора в частности. Лишь пару раз нас попытаются напугать примитивным скримером, а ещё изнасиловать уши бас-буста. За это вот вообще отдельное спасибо. Многие неправильные концовки срежиссированы на движке игры, поэтому убийство выглядит крайне нелепо, особенно из-за чиби стиля. Да и убийство здесь такое себе. Зачастую протагониста просто швыряют в сторону, экран затемняется, слышны удары, вот и всё. Изредка могут быть какие-нибудь вопли, немного описаний, но арта в смерти в этой игре нет. Зато завезли мутики и голые груди. Некоторые новые персонажи ругаются через слово, а в игре есть как минимум несколько сцен, где девушки щеголяют голым или полуголым торсом. И вот вопрос. Зачем? Я пришёл посмотреть на убийство и ужас, а не на молочные железы. Справедливости ради, отмечу, что всё-таки пара жестковатых моментов имеется. Вот этот, например. Но в плане атмосферы Эта часть явно проигрывает первым двум частям У которых были большие яйца И они не стеснялись показывать весь кошмар происходящего А вот у Бладдрайва Больше всего претензий у меня к сюжету И сценариста данной игры Можно назвать лишь одним словом Ибо нафантазировал он Ой как много Сейчас будут спойлеры Так что если не хотите их услышать То перемотайте на указанную отметку Ну так вот Раньше в играх рассказывали то Что призрачная школа появилась Из-за чудовищной обиды и злобы Сачека Но нет Оказывается Ее мать пыталась спасти своего мужа От семейного проклятия И случайно создала измерение Под названием Нирвана И еще случайнее освободила из книги теней Заточенную там королеву ведьм Из которой мать сделала ядро Нирваны А чтобы мамка не померла Таких фокусов Заботливая дочь Запирает измерение в себе Потом Когда их обеих убивать Нирвана высвобождается И превращается в начальную школу Вместо смерти девочки А она становится ее хозяйкой Потом душу Сачека успокаивают Королева освобождается И начинает менять Нирвану под себя На протяжении всей игры Старосты пытаются попасть к ядру И заполучить книгу теней Под конец все герои Кроме Аюми случайно помирают И вот казалось бы Трагическая развязка Но внезапно появляется Сачека Который очень сильно раскаивается Отматывает время назад И героически помирает на руках У Аюми Староста спасает друзей Побеждает главгада обнимашками Восстанавливает память Об убитых в призрачной школе В реальном мире Все школьники живы Здоровы, счастливы Хэппи-энд Аюми молодец Мистик-лидер и боец А, да Еще где-то там бегает И периодически всем мешает Старшая сестра-близнец Сачека По имени Сачи Которая умерла еще в утробе матери Из банальной, но мрачной и добротной истории О месте маленькой мертвой девочки Сценаристы сделали Какой-то третисортный фансервис На ужастик С ненужными твистами И откровениями У которых нет намеков В прошлых частях У первых двух игр Имелась мораль Не выполняйте ритуалы Из подозрительных девчачьих блогов Не играйте с магией Сделанного не изменить А благими намерениями Вымощена дорога в ад Но Blood Drive показывает Что если очень захотите попытаться То все будет хорошо Тем самым ломая атмосферу Безысходности прошлых игр Подводя итоги Могу сказать Что это вымученный сиквел Как самостоятельное произведение Игра может быть и неплохая Но она не самостоятельная Новички вряд ли что-то поймут А фанату серии Может быть зайдет Но скорее всего нет На этом все Подписывайте и жмите на колокольчик Пишите что-нибудь в комментариях Всем удачи И пока И да Не обижайте Маленьких девочек Субтитры сделал DimaTorzok